Этого момента Владивосток ожидал несколько месяцев. Из дальнего плавания вернулся парусник Надежда. Вернулся в день окончания Второй мировой войны. Вернулся со своими победами. С самого утра на причале многолюдно моряков встречают родные и близкие. Своих сыновей и мужей они не видели три месяца. Для курсантов это серьезный срок. Вроде три месяца, а ждать, конечно, тяжело. Всегда ожидание, оно утомляет. Да, тяжело, конечно, но оно того стоит. Созванивались, конечно. Мы же заходили в порты, созванивались. Скучали? Очень. Вы кого ждете? Внука. А мне 80 лет. Я решила пойти проверить. Встречали Надежду со всеми почестями. Выразить благодарность морякам пришли не только военнослужащие. Вы с честью выполнили поставленную перед вами задачу. И флаг продемонстрировали и университета, и города Владивостока. Прославили его. Парусник оправдал все надежды. В международной черноморской регате судно заняло первое место среди больших парусников. Вместе с опытной командой в соревнованиях участвовали курсанты Морского государственного университета. Для этих ребят такая регата – редкий опыт. Возможно, единственный в жизни. Самое сложное было переход от Владивостока до Вьетнама. Потому что качало очень сильно. Что самое главное при работе? И шли без парусов. Крен очень сильный был. Мы долго стояли на вахтах, не спали. Потом еще наряды. Сложно было. Семь месяцев длилось это путешествие. В Севастополе после победы в регате экипаж сменился. На борт поднялись четыре курсанта из Крымского филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова. Это их первая практика на судне. На борту приморского парусника они преодолели путь до Владивостока. Я впервые на паруснике. И это и было моей целью. Почувствовать всю эту атмосферу. Пройти все эти трудности, испытать на себе. В честь возвращения экипаж учебного судна подготовил маленький сюрприз для гостей торжественной церемонии. В этот день на борт парусника надежды пускали всех желающих. И наша съемочная группа решила такой возможностью воспользоваться. На целый час борт парусника превратился в увлекательную прогулочную зону. Моряки устраивали родственникам экскурсии. Максим с мамой и девушкой не виделся три месяца. Говорит, показ любимой Полины – это самая долгая разлука. До сих пор не верится, что вернулись, что все дома. В таком немножко шоке. Но так, конечно, счастливо. Рады. В учебной аудитории экипаж продемонстрировал награды за черноморскую регату. Среди кубков и медалей оказалась и награда от президента России, полученная в Сочи. А команда посвятила зрителей в традиции и ритуалы победителей. И когда мы победили, мы включили Фредди Меркури, Виаза Чемпионс. Мы налили сюда, у нас курсанты не пьют, даже пиво не нюхают. А сюда мы налили из этой бутылки шампанского. И каждый прикоснулся к этому напитку из этого серебряного кубка. Как учебный парусник поведет себя на соревнованиях, точно не знал никто. Опыта у «Надежды» в регатах не так много. Члены экипажа рассказывают, перед гонками капитан Сергей Воробьев не мог ни есть, ни спать. Полторы мили, все вот эти парусники, в эти полторы мили существует просто опасность навала. И вот есть определенные правила. Раньше нельзя, позже нельзя, везде штраф и все такое прочее. Хочется же не подкачать. Поэтому все, 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 все сложно было. Все сложно, все впервые. Соревнования показали. Черноморская регата – серьезные испытания и для экипажа, и для парусника. А победа – это награда за слаженность команды и уважение кораблю. Надежда доказала всем. На нее можно положиться. Инна Щедрова, Александр Бартовсюк. Новости на Восьмом.